Привет, Созидатель! Меня зовут Михаил Салаев, я автор курса по видеомаркетингу на виду «Видео YouTube для бизнеса». Я сейчас хочу рассказать о том, вообще для кого этот курс, и чтобы вы сейчас для себя решили, вообще есть смысл на него найти или он вообще вам не подходит. При этом я вначале расскажу о самых важных вещах. Если это зацепит ваше внимание, вы посмотрите уже полностью видеоролик, потому что в тексте передавать тяжело смысл, поэтому я подумал вам рассказать. На словах, может быть, просто будет понятнее. И мы пробежимся вообще для кого и что, и пробежимся, что входит в этот курс, из чего он состоит, из каких блоков и из каких пакетов. Если вы руководитель или предприниматель, директор по маркетингу, директор по продажам, директор по развитию, то есть у вас есть кто-то в впечатлении, и ваша задача – именно достижение определенных кипя и целей бизнеса. При этом сейчас вы постоянно ищите способы, как можно, не с помощью контекстной рекламы, которая становится все дороже и дороже, а с помощью других инструментов или голубых океанов, получить тот же результат за меньшие вложения. Или внедрить такой инструмент, который будет одновременно усиливать все другие. И одним из таких инструментов может являться YouTube. И чаще всего идет, там кто-то говорит, YouTube – это супер тема, популярно, давайте внедрять. Появляется какой-то энтузиазм иногда в компании, давайте сейчас будем пилить личный влог, там прям на постоянке будем вести в течение года, там, все такое. Но обычно это упирается в первое – непонимание, а для какой цели он, для чего он нужен, нужно ли продвигать регулярно ролики, или нам нужна просто какая-то видеореклама, прямая продажа продуктов. А как эти видео будут использоваться, которые будут создаваться? Этого понимания и аналитики чаще всего нету, то есть идет определенный слив бюджета. Или это доходит до того, когда, а что вообще нужно делать? Потому что нужно вроде как и видео создавать, и контент-план разработать, и темы определить, и записать это, и снять, на что снять, с каким звуком надо продвигать в YouTube, надо какой-то трейлер канала делать, надо вообще как-то YouTube-канал продвигать. То есть появляется огромное количество функций, и вы не понимаете о них, и что это такое. И чаще всего это заканчивается тем, что появляется некий YouTube-канал, мы его называем склад видеороликов, на котором выложены видеоролики вашими сотрудниками, которые не особо разбираются в этом процессе, с ваших выставок, например, отчетные ролики, и на каждом ролике по 50-100 просмотров. Вот таких каналов навалом. При том, что вначале был энтузиазм по созданию. Задача этого курса для вас разложить системные по полочкам, какие есть способы продвижения бизнеса, для каких нишей бизнеса видео YouTube подходит, какие есть задачи максимум и минимум, чтобы видео, если не выстреливать, например, YouTube-канал с комплексным продвижением, как видео может усилить, например, ваш отдел продаж, или усилить маркетинг, или увеличить конверсию на сайте. То есть различные примеры и стратегии связаны с продвижением именно бизнеса. Давайте возьмем пример. Яхта на колесах, аренда и покупка автодомов. Мы продвигаем их канал уже год, и пришли к тому, что сейчас их сайт посещает из всех посетителей с YouTube-канала трафик около 30%. И при этом за 9 месяцев было 16 переходов именно с YouTube-канала. Если вы специалист, маркетолог, SMM-менеджер, таргетолог, вы работаете в компании, вы наверняка постоянно развиваетесь и улучшаете свои навыки, и, например, понимаете, что вы хотите научиться, кроме того, что вы делаете сейчас, например, настраивать видеорекламу в YouTube. Например, вы настраиваете контекстную, а видеореклама в Google Ads немножечко есть своя специфика и особенности. Или вы хотите продвигать, кроме там сети ВКонтакте, вы хотите научиться продвигать и видеоролики в YouTube. Да, и вы начинаете собирать информацию со всех возможных бесплатных источников, где очень много разных лайфхаков, они очень часто противоречат друг другу, и очень часто, зачастую, информация с других, например, курсов, она связана с продвижением развлекательных каналов. Но у нас на курсе привязка идет к бизнесу, поэтому вы лучше будете понимать, как достичь тех цифр, которые можно показать начальству, как показать свои достижения кейса, потому что вы будете совершать те действия, которые необходимы именно для решения целей бизнеса. Вы поймете, что видеомаркетинг — это не только YouTube, это видеоролик на сайте, это воронки продаж, это видеоролики в социальных сетях, это видеореклама в интернете, это реклама у блогеров, интеграция и конкурсы. А если вы фрилансер, вы продаете свои услуги сами, может быть, вы начинающее агентство, или видеопродакшн, у вас еще встает задача в том, чтобы продавать себя. Например, видеопродакшн, кроме создания красивых видеороликов, если вы будете продавать результат, то есть то, что нужно бизнесу, если вы снимаете видео для бизнеса, вы сможете продавать себя дороже. После этого курса вы сможете лучше сформулировать ценность, то, чего получит клиент, как минимум понимая его цели, задачи, KPI, и то, к чему может видео привести, какие инструменты можно будет использовать. Для агентства, так как сейчас большая конкуренция и за одну социальную сеть особо цену не повысишь, заведение или таргетинг, поэтому приходится расширяться вширь и дополнительно сделать успешным направление по ведению и продвижению именно YouTube-площадки, это будет тоже дополнительным плюсом, как такая дополнительная услуга, но опять же в привязке к бизнесу. Ну и самое главное, это проблема частая слив бюджета. Чтобы его не было, нужно две вещи. Во-первых, в видеорекламе Google Ads есть несколько моментов, инструментов, которых часто забывают и которые могут сэкономить ваш бюджет до 50%, просто внедрив их за несколько дней. А если у нас не настроена аналитика, и мы прогнали бюджет в рекламе или в YouTube, и мы не увидели, что это дало, мы ничего не можем изменить, и это тоже можно назвать сливом. Поэтому мы делаем акцент на том, чтобы рассказать максимально об аналитике. Ну и самое еще главное, это экономия времени, особенно для руководителей. С одной стороны, вы хотите, чтобы у вас появился такой влог, чтобы вы продвигали личный бренд, но вы понимаете, что у вас времени на это вообще нет. И мы расскажем свой опыт и рекомендации с точки зрения, как правильно делегировать создание видеороликов, насколько участвовать именно вам, как человека, лучше всего понимающему свой продукт, чтобы минимально тратить время. При этом этот процесс вам реально нравился. И есть множество примеров, то, как это может работать. Эти кейсы, мы о них расскажем. Это 9 рублей за подписчика из трейлеров канала. Это 3 рубля за переход на сайт. Это подписчики за 17-23 рубля с рекламы у блогеров. Это 100 рублей за заявку. Это ROI окупаемость с видеорекламой 320% с одного проекта. Естественно, мы все это будем озвучивать. Вы поймете, как это применять у себя. Еще мы очень много внимания будем уделять сценариям, для того, чтобы вы сами смогли сделать и понимать структуру сценария информационного и рекламного видеороликов. И запускать, естественно, на них видеорекламу. И, например, мы один раз делали, упаковывали по смыслам и преимуществам фестиваль традиций Подмосковья. Задача была презентовать губернатору Подмосковья идею фестиваля, которую уже провели несколько лет. Было много презентаций, там было просто огромное количество информации. Нам нужно было уместить все это всего в 2 минуты видео. И сделать это так, чтобы целевая аудитория, то есть те, кто принимают решения, четко поняли, зачем это, к чему это приведет, какая выгода для них в том числе, как это будет выглядеть, визуализировать. И сделать это максимально просто и коротко. И в том числе с участием этого видео получилось пробить бюджет на проведение такого фестиваля, тестового в двух из восьми запланированных городов. Почему я вообще владею этой информацией? Почему я делюсь ей с вами? Я сертифицированный специалист по продвижению в YouTube. Работаю в сфере видеомаркетинга около 6 лет. Основатель агентства по видеомаркетингу на виду. Изначально мы вышли из кинематографа. У меня образование с красным дипломом. Я закончил институт кинематографии в ГИК. Мы снимали короткие игровые метры. Потом перешли на рекламные видеоролики продакшн. Потом стали поглощать кучу курсов, конференции, информации, изучать YouTube. И стали специализироваться в большей степени на стратегиях продвижения и на YouTube продвижения. Работали с множеством разных компаний. Например, с PeopleTalk, Основид, Семечки от Мартина. Снимали ролики для интимиси, Мидо Минус Пицца. Как вообще будет построен формат обучения? У нас программа состоит из трех блоков. Вы можете приобрести один блок или сразу несколько, что будет вам выгодней. Но мы это сделали для того, чтобы вы могли купить именно то, что вам в данный момент более ценно. Или попробовать что-то одно. И в этих трех блоках у нас 34 часа лекций. И есть три варианта участия. Первый вариант это теория. Когда вы получаете доступ к лекции, мы уже можете пользоваться данной информацией. Второй вариант это практика. Тогда, когда вы первые попадаете в чат группы рабочей, потока. Там, где можно также задавать вопросы. И после каждой лекции проводится один час практикума. То есть мы вместе с рабочей группой встречаемся, общаемся и отвечаем на вопросы. А также разбираем домашние задания и корректируем наши стратегии. То есть вы получаете обратную связь в процессе обучения. Также вы попадаете в чат в конце, в чат развития. Мы туда добавляем всех наших учеников. И там все делятся друг с другом полезной информацией и помогают. В том числе также можно задавать вопросы. Мы туда скидываем интересные новости из мира YouTube. И получаете сертификат по окончанию обучения. И пакет результат это когда у нас будет уже с вами индивидуальная работа. То есть в начале, кроме того, что уже есть, я лично буду проводить развернутый аудит вашего проекта YouTube канала, вашей ситуации. И до и после обучения это будет два раза. И буду прописывать чек-лист, что бы я рекомендовал, какое есть направление, что нужно делать. То есть разбор вашей ситуации. И кроме этого у нас будет еще две личные сессии, где мы будем прям пошагово, там отвечу на все вопросы, которые у вас есть, и разберем вашу ситуацию уже индивидуально. Для кого блок видеомаркетинг? В основном он больше для руководителей и предпринимателей. А также для тех специалистов, кто хочет научиться делегировать и применять и понимать инструменты, как можно с помощью видео реализовывать задачи бизнеса. Здесь мы разберем, какие вообще существуют цели, для каких ниш YouTube подходит. Вы можете подробнее развернуть и посмотреть. Какие есть показатели KPI, какие есть стратегии продвижения. Будут примеры из более чем 15 различных ниш. Также мы именно в этом блоке активно разберем, как составлять семантическое ядро, то есть набор ключевых слов для YouTube канала, анализировать конкурентов. Это тоже связано со стратегией, и это именно будет разобрано в первом блоке. Разберем, как определить концепцию канала, потому что от нее зависит, насколько на вас будет вообще смысл людям подписываться. И тоже от этого зависят результаты. Очень важный блок – это когда мы научимся упаковывать и сегментировать целевую аудиторию для YouTube канала и научимся правильно брифоваться, вытаскивая те смыслы, эти преимущества, которые мы потом будем добавлять и внедрять в контент-план, в видеоролики и вообще в стратегию продвижения. Также мы будем разбирать различные виды видеоконтента, разбирать, прям препарировать конкретные видеоролики. Вместе с вами сделаем несколько сценариев. Один – информационного видеоролика, второй – рекламного видеоролика, чтобы вы это записали, сделали, настроили видеорекламу в следующем блоке YouTube или сделали это самостоятельно и получили первые результаты. И мы поговорим о видео в социальных сетях, какие есть особенности, способы продвижения. Походим поверхностно, но мы обязательно зайдем в MyTarget, в сервис, в Facebook аккаунт, кабинет и расскажем о стратегиях, как можно продвигать и иногда выгоднее делать это не через YouTube, а именно через эти соцсети. И здесь же поговорим о делегировании. Я вам расскажу о том, как мы сами внутри команды выстраиваем отношения, кто вообще есть в YouTube-отделе, в видео-отделе компании, какие есть функции у каждого человека, чтобы вы могли грамотно это организовать так же у себя. В программе YouTube мы переходим уже на такое более пошаговое направление, уже чисто такое практическое. Мы прямо вместе с вами начнем. Создадим канал, оформим канал, научимся создавать шапки канала, оптимизируем его. Далее мы поймем, что самое главное при продвижении YouTube 4 грани продвижения в YouTube. Мы разберем, как оптимизировать грамотный видеоролик. Тут нужно побольше примеров и обратную связь, чтобы это реально закрепилось. Это тяжело объяснить чисто механикой, куда нажать. Продвижение видеоролика пошаговое, с применением сервисов, которыми пользуемся мы. Настройка видеорекламы, но здесь она будет базовая. Мы это научимся делать, настроим два вида таргета, научимся ставить ретаргетинг на посетителей сайта. А более углубленно мы уже поговорим в третьем блоке. Рекламу блогеров. Анастасия Салаева расскажет вам о наших кейсах, о том, как правильно ставить задачу, какие бывают ошибки при взаимодействии с блогерами, как с ними правильно коммуницировать, сколько это примерно стоит, какие результаты можно получить, где их искать, как анализировать, хороший блогер или нет, и много-много практической информации, которую можно применить. Дальше будет прям отдельная лекция по аналитике результатов, для того, чтобы мы могли научиться не только что-то делать, но и из этого делать выводы и действия, которые улучшат наш результат, и еще множество разных инструментов. И блок видеореклама, там, где мы с вами разберем стратегии настройки видеорекламы для разных задач, то настройка от 10 разных видов аудитории таргетинга, в чем их особенности, как это делается, прям соберем рекламную кампанию вместе с вами с нуля. Расскажем о последовательности тестирования, так, чтобы меньше сливать деньги, различные лайфхаки, как экономить деньги, тогда, когда мы кладем их на наш аккаунт. Ну и множество той информации, вот выжимка всего, что мы узнали за 3 года практики работы с видеорекламой. Обобщу еще коротко, чем мы отличаемся от других курсов. Так как мы прошли очень много различных курсов по YouTube продвижению, мы поняли, что нам не хватает. То есть были определенные темы, которые мы никак нигде не могли найти. Сейчас мы стараемся развиваться больше через личные консультации, личные коучинги, потому что по-другому информацию мы просто не можем найти. И все, что не хватало, мы постарались внедрить именно в наш курс. И основное, я повторю, это акцент на стратегии, на именно специализации для бизнеса, встраивание YouTube в систему продаж. Это аналитика и сценария. И кому курс вообще не подходит? Ну, например, кто еще мне не доверяет? Ну, как бы, ваше право. Если вам нужно еще посмотреть, мы делимся бесплатной информацией на нашем YouTube-канале. Переходите, смотрите видеоролики. Если хотите развиваться, приходите позже. А также для тех, кто не уверен, что окупятся ваши вложения. Мы постарались так разбить и сделать систему оплаты, чтобы это было за адекватные деньги, и при этом под те базовые моменты, которые нужны сейчас именно вам. И, наверное, не подходит для тех, кто не готов работать, потому что эти навыки внедрятся только в случае того, когда вы будете вместе с нами делать домашние задания, пробовать все это, и только тогда эта информация будет закрепляться, и вы получите именно навык, а не только знания. Круто, что вы до сих пор смотрите. Наверняка именно вы самые заинтересованные ребята, которые хотите развиваться. И я предлагаю ставить заявку. Если есть какие-то вопросы, задайте их менеджеру. Ну и развивайтесь, делитесь полезной информацией с другими, делайте мир лучше.